Исход, 6 главы, 2 стиха, по 9 главу, 35 стих, 2 Ехескиль, 28 глава, 25 стих, по 29 главу, 2 стих. Ваэра. Ва едебер эллахим эльмаше, ва ямер элау, а не Гошем. Если я употребляю слово Гошем, здесь непроизносимое в еврейской традиции, ютгей вавгей, да? И говорил всесильный смаше, и сказал ему, я Господь, да? Я Гошем. Ваэра эль Аврагам эль Эцхак вэль Яков бээль Шадай ушми аданай или Гошем но дате лагэм. Я открывался Аврааму, Эцхаку, Якову, как какой? Эль Шадай. Но как Гошем, да? Я им не открывался. И вот интересно, что похоже на это название Ваэра с еще одной главой. Ваэра. Это похоже, да? Бог открылся кому? Аврааму. А здесь открывался. Здесь другой глагол, другая форма глагольная. И вообще, если там простая форма, да? Ваэра, ра видеть. Е – это будущее время. Ва в переворачивающий превращает будущее время в прошедшее. Такая вот, чтобы евреи думали, да? В Торе система. Ва в переворачивающий. То получается, ну как? Я сделал так, чтобы он увидел, да? А здесь хифиль. Хифиль – это такая форма, я заставил что-то сделать. Вот, например, я зажигаю свечу, да? Ле гадлик, мы говорим, мер шель шабад. Зажигать свечу. Да буквально заставлять свечу гореть. Я принес эту книгу, точнее, я заставил ее прийти сюда. Я уронил эту книгу, я заставил ее упасть. И если в первый раз, когда говорится об Аврааме, это говорится как бы просто простое действие, что я сделал так, что Авраам меня увидел, да? То здесь я заставил видеть себя Аврааму, Ицхаку, да? И Иакову. Ваера – это хифиль, который обозначает «я заставлю делать то, что есть». И означает, что Бог заставил себя видеть. Ну, очень простая аналогия. Как мы можем увидеть Бога? Ну, например, воздух мы можем видеть? Кто видит воздух? Если, конечно, накурено повещение, то можно увидеть. Да? Но воздух можно видеть, когда идет движение воздуха. То есть, недвижущийся воздух увидеть невозможно. Но движущийся воздух можно увидеть. Чем сильнее движется воздух, тем виднее. Движущийся воздух называется рог. Да? То же самое, что дух. Или в украинском движении, движение рог по-украински, да? Или запах, например, рех. Отсюда русское редь, да? Знамена реют на реех. И реех, и редь, и рех, да? Рог – это все слова одного корня. Смотрите, например, «Благословение и благодарение Богу» это 2 Коринфянам 2 глава 14 по 17 стих. Я, опять-таки, пытаюсь читать Новый Завет так, как если бы он был записан за ивритик. Очень интересная вещь получается. Помните, мы говорили рог – дух, да? Рех – запах. «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание – рех, познание о себе, распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание – рех, Богу спасаемых и погибающих. Для одних запах – опять рех, смертоносная смерть, для других запах – рех, живительный на жизнь». То есть рох – дух, рех – запах. Так получается, игра слов. Итак, кто дает нам жизнь? Дух Божий, который является для одних живительным, а для других весьма даже наоборот. То есть, видите, запах дает нам возможность почувствовать воздух. Мы сразу говорим, вот в этой комнате свежий воздух, а в этой комнате воздух какой? Спертый, да? Или движение воздуха, которое называется рох. Иногда рох листочки шевелит, иногда рох деревьев валит. Правда? И таким образом воздух заставляет себя видеть. Правда? Это очень интересная мысль. То есть, открывается дух через свои действия, чудеса, как естественные, так и сверхъестественные. Где был Бог, да? Некоторые говорят, где же был Бог? Почему 400 лет Бог не отвечал? Вот возникают такие интересные вопросы. Разве нельзя было бы, например, вывести евреев по-доброму и по-хорошему? Ну, вот пришел ангел к фараону, или даже Моисей к фараону. К фараону стало страшно, он взял и отпустил всех евреев. Почему нужны были вот эти 10 казней? Кстати, когда говорится о казнях, да, употребленное слово, это только в одном месте употребляется слово. Казнь. Макат-бехарот. Макат. Макат-бехарот. Это казнь первенцев. Да? И какой корень казнь? Кат. Макат. Украинцев это что-то напоминает? Да? Катовать, да. Совершенно верно. Тот же самый корень. То есть, макат-бехарот. Бог всех замочил первенцов. Макал он их, макал и замочил таки. Правда? Но в остальных случаях употреблено слово удар. Ба-те. Ба-те. Это удар. А ну-ка, русское что? Бить. Батог. Батогами, да, украинская? Или батька, тот, который бьет. И так было 10 ударов, обрушившихся на Египет. Ну, может, кто-то еще моего возраста помнит историю, как мы в школе изучали войны 11 сталинских ударов 1944 года. Кто-то помнит? Да, ну, это называлось сталинские удары. Потом уже просто перестали называться сталинские. Да, после 1961 года. Ну, вот так. У Бога было не сталинские удары, а какие? Божьи удары, да? Божьи удары. То есть 10 божьих ударов. 10 божьих ударов. В первой главе говорится только о семи из них. Потом о трех, а после 12 главы говорится еще о последнем ударе. Хорошо. Итак, значит, Бог заставил фараону себя видеть посредством чего? Посредством казни, посредством своих ударов. Правда? Хорошо. Поэтому Бог открылся Аврааму как руах ко спасению, да? А фараону как кто? Да? Как и Реях, да, Реях. Запаха спасения. А для фараонов, конечно, счетик гибели. Тот же самый дух. Бог. Хорошо. Итак, что нужно было доказать? Что это, во-первых, Бог единый. И нет подобного ему. Потому что фараон, первое, что спросил, говорит, а кто же такой твой Бог? И почему я должен, да, подчиняться ему? И дальше происходит интересное. Бог ожесточает сердце фараона, чтобы вот эти казни, чтобы вот эти чудеса проявились. Проявились. И кажется, если бы он просто отпустил, то Бог не показал бы свою сущность. А так Бог настолько показал свою сущность жителям Египта, что они даже все золото поотдавали. Помните? И обобрали евреи весь Египет. Ну, не только для этого, естественно, Бог делал. Но для того, чтобы показать, что он один единственный Бог и другого подобного ему нет. И все божества Египта, так же, как и все, пытавшиеся соревноваться с Моисеем, жрецы, были посоревлены. А ожесточение – это результат не действия Бога, что он ожесточил сердце. Вот был фараон добренький, а он взял его и ожесточил. Правда? А есть результат свободной воли фараона. Вот представьте себе, если кто-то приходит к нам и начинает нам угрожать. И мы должны выполнить то, что он приказывает. Потом, значит, он приходит, добирает, допустим, у нас деньги. Если мы не выполняем, он приходит, убивает кого-то из членов нашей семьи. Не выполняем, там поджигает наш дом или что-нибудь еще. Мы будем выполнять? Будем выполнять? Будем выполнять. Жить хочется, так будешь выполнять. Но это и есть проявление свободной воли? Это не есть проявление свободной воли. Поэтому, если бы просто фараон не ожесточился, не проявилась бы его свободная вот эта жестокая воля. Внутренне он оставался бы жестоким, но внешне он был бы вынужден подчиниться. Поэтому, чтобы было равновесие, Богу что пришлось? Ожесточить сердце фараона. Иначе бы в таком случае фараон просто подчинился бы. Вы понимаете? Значит, нужен был какой-то противовес. И это ожесточение, это был результат свободного выбора для фараона. И евреи искали не свободы, а тому, чтобы поклониться творцу. Вы помните, что перевод «отпусти народ мой» не совсем правильный. Буквально, да, выбросить народ мой. Бросить, бросить в каком-то определенном направлении. Или послать, да? Послать. Пошаллах эт ами. Пошли, мой народ. И так, хотя все у нас определенно, но что есть у нас? Выбор, да? И в этом ожесточении проявилась свобода воли фараона. То есть, Бог снял фараону всякие тормоза и позволил его сердцу ожесточиться. Несмотря на все то, что, казалось бы, могло заставить фараону подчиниться Богу. Поняли, да? Почему произошло ожесточение? И дальше идет четыре обетования, очень для нас важных, которые содержатся в шестой главе, шестой по восьмой стих. И эти четыре обетования, четыре обещания, которые Бог дает народу, мы пьем в честь них, да, бокалы на Песах. Четыре обещания и четыре бокала Песаха. Итак, первое обещание. Я выведу вас. Шестая глава, шестой по восьмой стих. Я выведу вас. Второе, что? Избавлю. Избавлю. Избавлю вас, да? Я выведу вас из-под тягот египетских. Знаете, какое употреблено слово «тяготы»? Очень интересно. Не цурот, не цурисы, а слово «савлот». Сивлот. Сивлот – это такое же слово, как «савланут» – терпение. Да? То есть, мы терпели вот это то, что мы терпели в Египте. Я выведу вас из этого. Потом «я», второе обещание, я избавлю вас. Третье – я спасу вас. И четвертое – я приму вас. Да? Итак, четыре коленных. У вас это может на тесте быть, да? Выведу, избавлю, спасу и приму. Да. И вы будете моим царством, да? Хорошо. Итак, смотрите, что означает «выведу»? Значит, он выведет из-под этих вот вещей, которые они должны были терпеть. То есть, от этих сивлот. Сивлот – совланут терпения. А еще есть савланут терпения, а есть совланут. Видите, савланут и совланут. Разница только в огласовке, которая не пишется. А вот совланут означает толерантность, терпимость. В чем была проблема евреев? Я говорю о том, что евреи проявляли толерантность к богам Египта, да? Так как вот многие христиане проявляют толерантность к чему? К гомосексуализму, к различным таким вещам, да? Как Шурика говорит, излишеством разным, нехорошим и так далее. Значит, нужно было внешний вывод и какой? Нутренний вывод, внутренняя свобода. Поэтому нужно было именно вывести. Помните, евреи работали также в двух городах. Питом и Рамсес. Между прочим, интересно, археологи таки раскрыли эти места. И они сначала думали, что это предназначенные камеры для сохранений. Но потом оказалось, что это камеры предназначенные были для зерна. Они даже открыли такие места, где там были такие вот типа кассы, где сидели чиновники и подсчитывали, сколько нужно зерна выдать. И вот оказалось, что эти помещения, в которых хранились амбары зерно, оказывается, нижние кирпичи, они делались с соломой. Потом в средней части кирпичей соломы было что? Меньше, а в верхних вообще соломы не было. Чистая глина наляпанная. Так подтвердилось все то, что говорится в Библии. Евреи вовсе не были такие дураки, чтобы работать в сверхурочное время еще и собирать солому. Как только слома кончилась, так они и вышли из Египта. Хорошо. Второе, видите, значит, я избавлю вас от рабства их. Избавление и искупление. Правда? Мы говорили. И третий этап. Мышцы растерты и судами великими. И здесь говорится о том, что производил Господь. И только тогда, когда они уже были свободны, уверены в себе, независимы, тогда переходит к четвертому этапу. Я приму вас к себе в народ. И Робейн Аманао сказал, через освобождение это открылось всему Израилю и стало ясно всем народам, что ему одному принадлежит власть над небесами и землей. В честь этого мы делаем то, что пасхальный седр. Мы как бы переживаем выход из Египта. Теперь в чем же этот вопрос? Как же открывался Бог? Ваера или Ваера? И видите, интересно, что я являлся Авраамом и Скаку под именем Эль-Шадай, но под именем Гошем не открывался им. И видите, Эль-Шадай – Бог какой? Дарующий сверх Шадай. И говорят еще Шад – материнская грудь. То есть Бог кормящий, Бог обеспечивающий. И это приводит к тому, что, говорят, есть элогические именно и ягвические. И некоторые даже сейчас в серьезных книгах продолжают писать, что это вроде бы два Бога было. Один Бог, которому поклонялись в Израиле, а другой Бог, которому поклонялись евреи. Евреи – ягвы, а в Израиле – там, элогиму поклонялись. И когда евреи пришли в Израиль, возникла такая путаница. То ягвы, то элогим, то ягвы, то элогим. Но в действительности, чтобы вы поняли, это вот меня могут звать Валера, ее, Лия, Витя и так далее. Но как можно назвать Бога, который объемит весь мир? Только по его качествам, которые он проявляет. И он может проявлять в одно время определенные качества одни, а в другое время определенные качества другие. То есть и то, и то есть имя Божье. Но в зависимости от тех качеств, как он проявляется, как он является нам и заставляет нас видеть. Заставляет нас себя видеть. И поэтому говорят еще такие греческие слова трансцендентность и эманентность. Транс означает что? Через. То есть это Бог Великий. И вот здесь проявляется эль, элогим, который приводит как Бог Всевышний. Всевышний. Эль означает над чем-то. Бог Всевышний. Бог Всевышний. А есть название, да, ягвы, то есть Бог Милостивый. И поэтому элогим значение имеет Бог Всевышний, Бог Творец, Бог Царствующий нас всеми, Бог, для которого нет ничего невозможности. Ну, в частности, эль-шадай – это Бог Питающий, поскольку шат материнская грудь, или шэ-дай – даюющий больше, чем достаточно. Итак, элогим означает Бог Всевышний, Бог Творец, Бог Царствующий нас всеми, Бог, для которого нет ничего невозможного. И в данном случае употреблено слово эль-шадай, которое означает Бог Питающий или дарующий, больше, чем достаточно. И говорится о том, что он по-иному открылся, да, ют-гей-вай-гей, мы не говорим и егова, вот, скорее всего, ягвы, ягу, ягуа, мы не знаем точно, как произносилось имя Божие, но не ягвы, не ягвы и не егова, да, мы знаем, не знаем точно. И здесь уже само имя означает Бог Сущий, да, ве-гу-га-я, ве-гу-га-ве, ве-гу-и-е-бет-и-фара. Это все есть склонение одного глагола. Он был, он есть, да, и он будет в своем величии. Так мы говорим. То есть Бог Сущий, который существовал и будет существовать вечно. Второе значение – Бог неизменный. Бог неизменный, совершенный в своей полноте. Люди могут стать лучше или хуже. Но Бог, он не может стать ни хуже, ни лучше, потому что Он совершенен в своей полноте, да, и поэтому Он Бог неизменный. Бог неизменный, совершенный в своей полноте. Третье значение – это имя Бог милосердный. Бог милосердный. И здесь проявляется какая характеристика? Имманентность. Трансцедентность – это разделенность, то есть Бог как царь, да, а Бог милосердный – имману, с нами Бог, да, имману, эль. Имманентность – это проявление, то, что Бог близок к каждому из нас. Итак, есть Бог, царствующий на всеми, да, и Бог близкий к каждому из нас, и даже в нас, и это имманентный Бог. На то же время это тот же самый Бог. И поэтому для нашего народа он неизменно с нами. И дьет гей, вау гей – это имя Божьего присутствия. Кроме того, это обещание Божьего прихода. «Эй-е», «эй-е», «я буду», сказал он. «Я есть, но и я буду». Как вы думаете, с кем говорил Моисей? Да. И Ешуа сказал «эй-е», «я буду». И когда Ешуа был, и когда его судили, что он сказал? «Я есть». То есть, отметьте, Моисей Ешуа что говорил? «Я буду». И когда Ешуа судили, он говорил «я есть». И те прекрасно подели, все судьи, да? «Сату арестовывали», что они ошпали вниз. Да. «Я есть», да. «Я есть», он сказал. То есть, это обещание Божьего прихода. И еще это проявление Бога, как милостивого Отца. Можете разделить на две колонки. Первая, вот, как «эль», «эллахим», а вторая, как «ягвы». Итак, слева у нас «трансцендентность», справа «имманентность». Да. «Трансцендентность», где Бог пребывает? В высоте. В высоте, в небесах небес. Да. «Иманентность», где Бог пребывает? Среди нас. «Трансцендентность» в неприступном свете. Здесь Бог у нас воплощение Божье. Мы видим. Воплощение Божье через кого? Ишуа, Мессию. Он лично пришел. И Ишуа, Мессия, это не была третья часть Бога, и не была половина Бога, да? Это полная божественная личность. Как это происходит, я не знаю. И никто не знает. Если вам кто-то скажет, что он знает, то ему не верьте. Да. Потому что Бог, которого можно познать, это уже не Бог. Понимаете? Дальше. Видите, есть Бог вечный, существующий, но есть Бог, существующий внутри нас. Есть Бог царь, царствующий, и есть Бог какой? Обитающий. Обитающий скинава. Помните? Скине мешкан. Шахен, это сосед, да, мешкан. Мешкать, есть украинское слово, проживать. Есть такое слово? Видите, как много указывается в языке еврейских слов. Прямое указание, да. То, что не только украинцы и евреи жили вместе, да, но и прямое указание, что украинский очень близок к евреям, оказывается, хотя и структура сама речи именно индоевропейская, арийская. Хорошо. Значит, он как царь и как Бог, обитающий с нами. Он как полновностный правитель, да, а справа мы можем написать как друг. Правда? И он святой, пребывающий вовеки и пребывающий внутри нас. Вот очень интересно. И если поклонение Богу Всевышнему осуществляется на обычных собраниях больших таких вот, и помощью какой-либо литургии, то поклонение Богу, который внутри нас, да, это обычно наше внутреннее интимное дело. И то, и то нам нужно. Согласны? Хорошо. И мы видим, да, что Ешо есть тот, который воплотил в себя божественность телесно. Он не только был божественной личностью, да, и он не стал божественной личностью, он есть, был и будет Бог. То есть он есть Ягвы, да? А то некоторые говорят, Ягвы – это одно, а Ешо – это совсем другое. Да. Хорошо. И есть два подхода верующих к Богу, и они тоже проявляются в виде Марфы и Марии. Помните, мы говорили о Марфе и Марии. Вот путь Марфы, Марты, Марты, правильнее говорить, если по-явлейски, Марта, да? Значит, это путь исполнения дел, путь Марии – это путь личного взаимоотношения. Я еще раз говорю, и то, и другое, что важно, да. Слева можете написать там, где Марта, это осуществлять служение для Мессии. Справа – входить в присутствие Мессии. Я говорю, одно не исключает другого. Ешоа не сказал, что не надо было делать так, да? Он просто говорил, что ему есть свое время, есть определенное время, когда нужно сидеть у моих ног, да? Итак, значит, служение для Мессии, делать что-либо для Мессии, да? А Мария, Мириам, входить в присутствие Мессии, сидеть у его ног. Сидеть у его ног еще синоним учиться. Потому что, например, вы знаете Павел, Равшауль, где учился? У ног Гамлиеле, да? Вот я тут сижу на высоком, а вы тут у всех у моих ног. Слава Богу, что здесь закрыто, и вы не нюхаетесь. По милости Божьей. Рав Гамлиеле, там, если вы посмотрите, он всегда изображается с плеткой. Сидит он за такой, и ребенок, и ученики внизу, а в руках у него плетка. Чего мне сейчас и не хватает. Вообще, некоторым людям для служения нужен стимул. Знаете, что такое стимул? Палка, которой гоняли быков. Хорошо. Так, путь Марты, ожидать, что другие помогут тебе сделать что-то для Мессии. Путь Марии, смотреть ему в лицо. Путь Марты, привлекать других к работе к Мессии. Это я не говорю, что не нужно, но и то, и то нужно. Для каждого свое время, да? Марии, слушать его голос. Трудиться для Мессии изо всех сил. Слева можете написать, справа принимать его силу. Слева готовиться к приходу или присутствию Мессии, справа ожидать от него, да? Ожидать от него то, что он даст. Слева стараться сделать все как можно лучше, справа возложить заботы на него. Но это не значит, что я возлагаю заботы на Иисуса и ничего не буду делать. Понимаете? Просто нужно иметь равновесие. И так крайности, они плохие. Хорошо. Марта, она координировала планы Мессии. То есть, как сказать, она брала дело в свои руки, ты, говорит, хватит уже там проповедовать, давай, мне она нужна, чтобы помогать. Правда? Внешивалась всегда в дела Мессии. Поэтому Марта, она будет всегда координировать планы Мессии. А Мария чувствует, что нужно делать определенное время. Хорошо. Ну и Марта жалуется Мессии по поводу служения других. Вот такие другие нехорошие, не так служат, как надо, да? А Мария, она является как бы ребенком таким вот простым. Она не смотрит на других. Она наслаждается свободой Мессии. Она отдает все свои страхи Мессии, омывает ноги Мессии и восполняет его воли. И если Марта внимание уделяет тому, что необходимо, то Мириам тому, что лучше. Но я вам говорю, что и то, и то важно. Как же познать Бога? Знание. Знание приходит через разум. И есть познание, которое идет что? Через сердце. Помните? Знание через разум, как называется? Бина. Бина. А познание через сердце до ад. Знание Бога дает мудрость, страх Божий. А познание Бога, да? Означает, что мы приходим в Его присутствие. Поэтому не от нашего знания Бога или служения Ему, но от нашего познания Его. От того, какие у нас взаимоотношения, с Ним зависит наше спасение. Но, с другой стороны, да? Если мы говорим, что спасение наше не зависит от дел, это что? Это тоже ересь. Да? И Мартир Ютер тоже в свое время был еретиком, потому что он с одной крайности впадал в другую. В другую. В действительности, если вы, помните, даже Якова отрицал послание, потому что оно не входило в его доктрину. С другой стороны, если мы не делаем то, что Бог делает, да? Не выполняем заповеди, мы просто не любим. Можно на слова говорить, я люблю тебя, Господь, но Новый даже Завет говорит, как может проявиться любовь? Только если мы исполняем заповеди Его, да? А заповеди Его даны вторые. Итак, мы говорили о трех степенях познания, да? Это может быть мудрость, которая является страхом Божьим, хохма, бина. Это познание какое? Через разум человеческий и до ад. И до ад. Это более высокое познание. Хорошо. Какие же казни были египетские? Ну, я сейчас буду говорить о общем, о казнях, потому что, понимаете, если мы будем говорить только о том, что содержится в этой главе, а потом переносить будем то, что содержится в другой главе, да? Так же, как вот когда мы говорили о жертвыниках Авраама, некоторые в одной главе, некоторые в другой главе. И мы видим, что чудеса, вот такие чудеса. Видите, когда будет говорить вам фараон, дайте чудо, седьмая глава, девятый стих, да? Фараон сам спровоцировал эти события. И, как говорится, за что боролись, за то и наборолись. Первое чудо, оно не было казнью, просто чудо. Это чудо посуха. Во что превратилось? Да, втанин крокодила или чудовища, такого типа динозавра. Динозавра, фризиозавра, ихтиозавра. Все эти существа в Библии выходят под словом танин. А просто перевели как змей, поскольку крокодилы в России не водятся, да? Синодальный текст Библии предназначен для простого народа. Тут надо было кучу сносок делать. И что такое гранаты, поэтому написали вместо гранат, что там написали, огурцы, яблоки, да? То, что содержалось обычно. Там нету инжир, гранаты. Превратились инжир и гранаты в огурцы и яблоки, да? Ну, очень просто. Все. А крокодил превратился в змея. Затем, помните, они пытались воспроизводить разные чудеса и повторять, да, за Моисеем. Моисей превратил кровь, так еще вода, которая не превратилась, еще жрецы добавили, чтобы еще хуже было. Лягушками, правда, с этими насекомыми у них это не вышло. Русские названия немножко по-другому. Идут первое, это дам, кровь. Дам, кровь. Каждая, да? Второе, это лягушки. Цфарда. Цфарда, ну, в русском переводе жабы. Вообще-то в украинском языке жаба, это как раз лягушка, а рапуха, это жаба. Да? Рапуха. Вот, поэтому жабы это или лягушки были, сказать трудно. Но их было очень много, да, больше, чем нужно. И лягушка, как вы знаете, животное нечистое и довольно неприятно. А если говорить о жабах, так вообще говорят, что от них даже бородавки, слизь, и они ядовитые, правда? Так что было приятно. Поэтому Цфардеа. Цфардеа вторая, это было лягушки или жабы Цфардеа. И царфат, это страна лягушатиков на еврейте. Царфат, это Франция, да? Слово Цфардеа. Потому что для евреев это было особенно удивительно, когда они увидели, что во Франции едят лягушек. Следующее. У вас что там? Да, пёсь и мухи, да? Откуда же эти взялись пёсь и мухи? И почему они взялись и пёси? На еврейте киним. Киним, что переводится в ши, да? Но канус, канус это по-латински, по-моему, да? Вот канарейка, это канарские острова, это собачьи острова, знаете? Потому что когда высадились, там оказалось много собак. Канарские. Вот кинолах, да? Кинолах или хунде-фюрер. Вроде как я работал. Да. Видите? Отсюда получились пёси и мухи. Никакие-то не пёси, никакие-то не мухи были, а вши, блохи и всякие прочие насекомые. Ну, можно назвать, ну, так, в конце концов, блоху, раз она на собаке, да? Ну, теоретически. Но здесь употреблено слово киним, то есть вши. Следующая камень, какая у вас? Не, ну, так вы читайте Библию, ну что, открывайте Библию и смотрите. Так. Аров. Так, у кого Библия есть? Так, два человека, да? Так, дикие звери, аров, 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 да. Потом мор, мор, дэ вер, далит, да, вэд рэйш. Это то же самое, если написать без согласовок, как слово давар, да, слово. Дэ вер, дэ вер, мор, да. Потом нарывы, шхин, шхин, поражение кожи, шхин. Хорошо, а как по-английски кожа? Скин, да? Похоже? Шхин и скин. Хорошо, итак, дэ вер, это мор, потом шхин, нарывы. Барад, барад, это град. И не просто град, да, вот, не просто ледяные сосульки, а что там? Камни с неба падают, да? Дальше идет арбе, арбе, саранча. Арбе, саранча. Похоже на гарбе, много, да? Вот я не помню, Влада, или кто мне рассказывал в прошлом году. Говорит, была у нас саранча в Казахстане. Все, говорит, выяло. Выяло. И полетело, ну, там, рядом, на территорию России. А потом я думаю, и что же с ними там случилось, когда они тут хорошо поели и полетели в Россию. И там у них хороший понос произошел этих саранчей. Арбе, потому что гарбе много. Арбе саранча. И следующее, предпоследняя казнь, хоших. Хоших. И все эти казни, хоших тьма, все эти казни касались сего Египта, да? За исключением той области, где жили евреи. И мы видим, что Хапи, Хапи, это Нил, который был связан с быком Аписом, бог, бык Нила, а также с Изидой, богиней Нила. И это поражение, превращение воды в кровь. Хакет, богиня рождения новой жизни, была с головой жабы. Вши соответствуют свету, богу пустыни. Он всегда изображался в виде вьющихся вокруг него насекомых. Многие боги Египта имели вид зверолюдей, поэтому дикие звери напоминают нам об этих животных. Маур, падеж скота. Богиня Хасор была богиней головой коровы, и, соответственно, была жена Аписа, символизировала плодородие. Шхин, это богиня Секмет, имевшая силу врачевания и Суну, бог и вибельных эпидемий, а также Изида, болгиня, исцеляющая болезни. И хотя люди обращались к этим богам, у них не было никакого спасения. Град шел с неба, да, и бил урожай. Поэтому Нуд, богиня неба, Асирис, бог урожая плодородия, Асед, бог штормов и бурь. Саранча тоже соответствовал богине неба и богу урожая, которые были посрамлены, потому что все плодородие было уничтожено. И самым верховным божеством Египта был бог солнца, именуемый как? Ра. И это девятая казнь. Хорошо. И десятая это касалось первенцев. Если те касались богов, то это касалось первенцев. Дело в том, что первенцы в Египте и первенцы в Израиле, они кто были? Ну, понятно, что не бабы. Это мне сказали мужики. Да. Помните, они что? Были священниками, да? Первенцев отдавали египтяне в клан священников, а первенцы Израиля, они имели право быть священниками Израиля. И еще говорят, что первенцы Египта особенно издевались, да? Первенцы Египта особенно издевались над евреями. Поэтому произошла казнь, о которой будем говорить. Следующий главе назывался Макат Бехарот. И отличие от этих всех казней, которые называются ударами, это называется казнью. Казнь, она осуществляется непросто, когда идет с неба град, да, а казнь какой носит? Индивидуальный характер, да? каждый наказан. Каждый наказан. И пару слов о том, что чудеса Маше и чудеса Магов. Практически маги делали те же чудеса, что Маше. Согласны? Правда, до определенного предела. Вот. А скажите, есть такой термин христианское колдовство? Да. Христиане очень хорошо умеют колдовать. Как это ни странно. хотя любая магия, да, любая магия, это любая попытка влиять через духовный мир, на мир физический, да, вот, она запрещена. Она запрещена. И если Бог что-то делает, так Он не потому делает, что мы Ему ставим определенные условия, да, а потому что такова Его воля. Итак, колдовство это поделка истинной духовной власти и использует духовные силы, чтобы господствовать, манипулировать или контролировать других. Запомните, господствовать ключевые слова, манипулировать и контролировать. В любых случаях, когда вы видите эти попытки, да, мы можем говорить о колдовстве или о магии. Очень жаль, да, что многие евангелисты и многие динаминации пользуются для приобретения Божьего царства не Божьими, что? методами. Поэтому, если вы какие-то чудеса видите, но не верьте им сразу, а проявляйте мудрость. Правда? Хорошо. Договорились. Можно было бы еще говорить. Да, ну хорошо, давайте. Перерыв. Договорились.